Здравствуйте! Я благодарен, что именем CLF мы можем собираться и общаться друг с другом. Господь Бог хочет дать свое драгоценное сердце каждому из нас. Если через наше общение мы сможем познать сердце Господа Бога и если сердце Господа прикоснется наших сердец, тогда независимо кто вы, Господь Бог даст вам новую жизнь, иную жизнь. Сегодня мы прочитаем послание к римлянам 3 главу. Будем читать с 19 стиха. 3 глава послания к римлянам с 19 по 31 стих мы прочитаем. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста и весь мир становится виновен пред Бога. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром поблагодарить Его искуплением во Христе Иисусе. Которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, сделанных прежде. Во время долготерпия Божия, к показанию Его правды Его в настоящее время, доявится Он праведным и оправдывающим верующих в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников. Мы прочитали по 29 стих. Однажды я поехал в Кению в Найроби. Я проводил библейский семинар. Меня пригласил президент страны Малавии. И я был на встрече с президентом Малавии, потом участвовал на каком-то совещании. Из Кении до Малавии нужно на самолете лететь 4 часа 20 минут. Но знаете, как бы я ни пытался рассчитать время, если я утром выйду, то мне казалось, я не смогу вернуться вовремя в Кению, чтобы передавать слово. И один брат говорит. Если мы арендуем частный самолет, тогда мы сможем долететь за 2 часа 20 минут. Я не мог поверить. Как это на обычном самолете нужно лететь 4 часа, а на частном 2 часа? Скажи мне. Но мне говорят, что действительно за 2 часа 20 минут можно долететь. И мы забронировали частный самолет. Утром мы вышли и сели в самолет. Это частный самолет, поэтому летели только мы. Обычно самолет поднимается на высоту 20 тысяч метров. Я, конечно, не знаю точно, на какую высоту мы поднялись на частном самолете. Но мне кажется, где-то 2 раза выше взобрался этот самолет. И авиакомпания сказала. Чем выше поднимается самолет, тем меньшее противление воздуха. Поэтому можно лететь намного быстрее. Чем выше поднимается самолет. Говорят, даже и скорее можно до Америки добраться за 3 часа. Я думаю, это почти как ракета. Но в общем, мы сели в этот частный самолет. Обычно, когда самолет летит, бывает, знаете, его трясет или что-то еще происходит. А этот самолет так летит, что ты даже не чувствуешь, что оно летит. Потому что очень низкая сопротивляемость воздуха. Чем выше поднимается самолет, тем ниже становится давление. И противление воздуха становится минимальным. Поэтому можно лететь с большой скоростью. Мы встретились с президентом. Участвовали на совещании министров. Достаточно пообщались. И вечером еще успели прилететь в Найроби и провести семинар. Когда мы ведем духовную жизнь. Тем больше греха, тем оно больше противится нам, чтобы мы не шли к Богу. И поэтому мы чувствуем не свободу, когда становятся перед Богом. Если вы снимете весь грех, который находится в вашем сердце. Если ваш грех будет омыть белее снега. Тогда сердце Господа Бога прямо будет входить в ваше сердце. И тогда ваше сердце и сердце Бога будет единым. Когда мы читаем Библию, нам кажется, что она очень сложная для понимания. Но если наше сердце будет единым с сердцем Богом, тогда оно будет прекрасной, вкусной, глубокой. Сегодня я прочитал послание Кремлина. Знаете, я поверил в это слово и принял в свое сердце это слово. Я очень часто выражаю слово. Если вы принимаете также это слово в ваше сердце. Тогда в ваших сердцах начнутся удивительные изменения. Именно об этом я хочу с вами поговорить сегодня. На самом деле это простые вещи. Но я не знаю, как точно выразить. Поэтому говорю о разных вещах. Если мы посмотрим слово, которое прочитали. Что написано в Кремле на 3 главе 19 стихе? Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим подзаконам. В чем разница между состоящими подзаконам и состоящими надзаконам? Те, которые находятся подзаконам, это те, которые получают влияние от закона. А состоящие надзаконам? Это те, на которых закон не действует. Здесь написано, говорит к состоящим подзаконам. Давайте я задам вам вопрос. Есть закон, не воруй. Скажите, сначала пришел закон или же было воровство в начале? Сначала было воровство, верно? Если бы не было воровства, тогда не было бы закона «не воруй». Я прав, скажите? Не прелюбодействуй. Сначала было прелюбодяние или сначала был закон «не прелюбодействуй»? Сначала было прелюбодяние, правильно? Не лжесвидетельствуй. Почему повелся этот закон? Поскольку люди обманывали, пришел закон «не обманывай». Если бы никто не обманывал, тогда они будут говорить «не обманывай». Ой, «не обманывай». Когда это я обманывал? Что значит «не обманывай»? Это значит, что ты уже обманывал. Правильно? Верно? Не обманывай, это значит, что он уже обманывал. Что значит «не прелюбодействуй»? Это значит, что было прелюбодяние. Не воруй, это значит, что было воровство. Правильно? Тогда, давайте поговорим об этом. Когда Бог сказал «не воруй», почему Бог сказал «не воровать»? Потому что люди уже воровали. Верно? Так ведь? Люди воровали. Если они больше не будут воровать, разве они будут чистыми? Нет. Они уже воровали. Что значит «закон», если что говорит, говорит к состоящим подзаконам? Из-за того, что прелюбодействовали, пришел закон «не прелюбодействуй». Из-за того, что обманывали, пришел закон «не обманывай». Поскольку воровали, пришел закон «не воруй». Когда закон говорит «не обманывай», «не прелюбодействуй», «не убивай», «не лжесвидетельствуй». Эти законы пришли, потому что человек уже воровал, уже обманывал. Скажите, сначала был грех или сначала был закон? Сначала был грех. Что значит «не прелюбодействуй»? Это значит, что люди уже прелюбодействовали. Поэтому даже когда пришел закон, и если они не стали прелюбодействовать, это не значит, что они чистые. Когда пришел закон «не воруй», это не значит, что если они исполнили этот закон, они стали чистыми. Поскольку они уже обманывали, и хотя пришел закон «не обманывай», все равно они остаются грязными, потому что они нарушили закон до этого. Вот, говорится, «не обманывай». Все, если я больше не буду воровать. Тогда этот человек, скажите, станет добрым? Нет. Он будет оставаться грешником. Что закон, если говорит, говорит «к состоящим под законом»? Что значит эти слова? Когда пришел закон «не прелюбодействуй», это значит, что человек уже прелюбодействовал. Если сказал «Бог, не обманывай», это значит, что люди уже обманывали. Даже если они больше не будут обманывать, это не значит, что они получат благословение. Третья глава, девятнадцатый стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Говорится «не прелюбодействуй», потому что люди уже прелюбодействовали. Говорят «не воруй», потому что уже воровали. Говорят «не лжесвидетельствуй», потому что люди уже лжесвидетельствовали. После пришествия закона, если они не будут делать плохое, они будут чистыми, скажите? Нет, это не так. Поэтому закон был дан для того, чтобы мы познали грех. Люди думают, что они получат благословение, если они будут усердно исполнять закон. Но это не так. Это не так. У нас в Корее был комендантский час давным-давно. Поскольку шпионы после гражданской войны входили в нашу страну ночью на корабле, поэтому после 12-ти запрещалось передвигаться по городу. Если ты будешь ходить после 12-ти, тебя арестуют, ты будешь находиться в полиции. Но только в провинции Чунченбукто не было комендантского часа. Вся страна на самом деле у нас окружена морем. Но только в провинции Чунченбукто нет моря. Оно посреди материка. Поэтому там не было комендантского часа. Конечно, постепенно страна развивалась. Постепенно отменили комендантский час. Но давайте я приведу пример. Тот человек, который живет на границе с провинцией Чунченбукто, вот 12 часов ночи его увидела полиция и бежит за ним. Если он перейдет в провинцию Чунченбукто, то даже после 12-ти его не накажут. Понимаете это, да? Понимаете это? Например, в провинции Чунченбукто там есть комендантский час. А Чунченбукто нет комендантского часа. Что значит есть закон? Поскольку мы согрешили, как бы мы ни старались, мы не можем освободиться от греха. Давайте прочитаем еще слово. Двадцатый стих прочитаем. Потому что делами закона не оправдается предим никакая плоть, ибо законом познается грех. Поскольку мы обманывали, пришел закон не обманывай. Поскольку мы прелюбодействовали, пришел закон не прелюбодействуй. И поскольку мы воровали, пришел закон, не воруй. Другими словами, когда пришел закон, мы были под законом, поскольку мы уже на тот момент были согревшившими. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Что же написано в двадцатом стихе? Потому что делами закона, не оправдается предим, никакая платье по законам, познается грех. Бог говорил о том, что если мы исполним закон, мы получим благословение. Но поскольку ни один человек не смог исполнить закон, для чего же был дан закон? Не для того, чтобы мы не грешили. А Библия говорит, что закон был дан для того, чтобы мы познали свой грех. Когда вы ходите в церковь, по десяти заповедям, не ставь другого Бога, не служи идолам, не называй имя Господня Суи, соблюдай субботу, почитай родителей, не убей, не прелюбодействуй, не воруй, не лжесвидетельствуй, не желай. Есть десять заповедей. Можем ли попасть в Царство Небесное, исполнив хорошо эти заповеди? Нет. Здесь написано, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Но сегодня церковь неправильно очит людей. Они говорят, что мы получим благословение, если будем исполнять закон по слову Бога. Да, конечно, в Библии об этом тоже говорится. Написано, что если мы все исполним, мы получим благословение. Но поскольку мы уже нарушили закон, как бы мы в будущем нехорошо соблюдали закон, исполняя закон, мы не можем получить благословение, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Посмотрите 20 стих. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Как бы мы хорошо не исполняли закон, этим мы не сможем стать чистыми. Что мы можем почувствовать, когда будем исполнять закон? У меня не получается. Я грешник. Закон был дан для того, чтобы мы познали свой грех. Так ведь говорит нам Библия. Но сегодня люди ведут неправильную духовную жизнь. Они думают, если будут исполнять закон, получат благословение, получат прощение. И они думают, что они станут чистыми. Но это не так. Мы уже под законом. Поэтому мы получим только проклятие. Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Следующий стих. 21 стих. Посмотрите, пожалуйста. Независимо от закона, явился способ, который оправдывает нас. Что же говорит нам 21 стих? Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. Чему же Бог хочет нас научить? Цель, по которому Бог дал нам закон. Не заключается, чтобы мы исполняли закон, чтобы получить благословение. Конечно, если мы все в идеале исполним, мы получим благословение. Но поскольку нет ни одного человека, который совершенным образом исполнил закон, поскольку мы грешники, как бы мы ни старались хорошо исполнить закон, мы уже согрешили. Поэтому не получится. Хотя согрешили. Но если вы будете делать добрые дела, то Бог аннулирует ваши грехи? Нет, подобного ни в коем случае не случится. Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Ибо законом познается грех. 21 стих. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. Есть способ, как мы можем оправдаться. Правильно? И этот путь правдой. Скажите, оно зависит с законом или не зависит от закона? Этот способ, который не зависит, ты хорошо исполняешь закон или плохо исполняешь. О которой свидетельствуют закон и пророки. 22 стих. Правда, Божия, через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Из-за того, что мы нарушили закон, как бы мы не исполняли закон, законом мы не можем получить оправдание. Поэтому незаконам. Бог приготовил иной способ, как мы можем оправдаться. Через крест Иисуса Христа мы можем стать праведными. Но люди, которые не знают этого, есть люди, которые продолжают исполнять закон, чтобы стать чистыми. Но слово, которое мы сегодня прочитали, говорит о том, что исполняя закон, мы не можем стать праведными. Кроме крови Иисуса Христа ничто не может очистить нас. Позвольте, я расскажу вам одну историю. У меня был хороший знакомый. Он пастор. Когда он был молод, он очень любил футбол. Он мог целый день проводить с мячом. И у него была мечта стать членом сборной команды по футболу. Он хотел попасть в сборную Кореи. Он хотел участвовать в чемпионате мира. И вот он представлял, я веду мяч. И когда по телевизору показывают, как мяч попадает в ворота, и сеть в ворот шатается, ему было так приятно. У него была мечта попасть в сборную Кореи по футболу и участвовать в чемпионате мира, и потом ввести мяч и забить гол, и чтобы все люди по телевизору увидели этот прекрасный вид. Если у него будет мяч, это человек, который год, десять лет, сто лет может проводить время. Он пошел в специальную школу, чтобы учиться играть в футбол. Очень усердно он практиковался. Однажды он подумал, может, я перетрудился. Что-то я не могу двигаться телом. Наверное, я устал. И он думал, что если я отдохну несколько дней, все пройдет. Но состояние только ухудшалось. Он думал, что случилось. Он обратился в больницу. Представляете, у него обнаружили туберкулез. Сейчас в Корее очень мало людей, у которых туберкулез. Поскольку очень хорошее лекарство сегодня, можно съесть лекарство, и тогда человек быстро выздоровеет. Но в те годы не было хороших препаратов. Особенно туберкулез передается, когда человек дышит. Через воздух передается туберкулез, и от него могут заразиться другие. Поэтому если ты заболел туберкулезом, то естественным образом вся семья начинает болеть этой болезнью. поскольку у него обнаружили туберкулез, он больше не мог учиться в школе. Он вернулся домой. Была осень. Все родственники, конечно, знают, что он заболел, поэтому никто ничего не говорил ему. Он пожил несколько дней дома. Но однажды утром у него отца уже не было. В доме жила мама, старший брат, жена брата, два племянника, и он. Вот они так жили вместе. Но однажды он увидел, как мама разговаривает со старшим братом. Потом он увидел, как мама плачет. Он подумал, что случилось. Он подошел к ним. Старший брат сказал ему, «Брат, садись, пожалуйста». «Да, брат, что случилось?» «Я твой старший брат, поэтому, конечно, они должны говорить подобное. Но я должен сказать». Если бы в этом доме жили бы и только я с тобой, ничего было бы не проблемой. Но смотри, в этом доме живут племянники твои. Пока ты будешь здесь, племянники могут заболеть тоже туберкулезом. Если бы я жил один, я бы не говорил бы подобного. Дети слабые, поэтому, если они заболеют, они могут сразу умереть. Я знаю, что он не должен говорить подобного. Но, брат, мне кажется, тебе нужно покинуть этот дом. Он подумал, действительно, старший брат говорит правду. Племянники могут любое время заболеть. И он сказал, «Хорошо, брат. Действительно, я неправильно поступил. Я уйду». Он не позавтракал. Просто встал и ушел. его мама просто плакала. Но она не могла остановить его. Потому что в те годы туберкулез, это была страшная болезнь. Это было лет 30-40 лет тому назад. Может быть, даже больше. Очень давно это было. Наступает зима. А у него не было зимней одежды. Хотя холодно, но он вышел из дома. Он думал, чем же мне питаться. Где мне ночевать? Ему было сложно. Целый день искал место для ночлега, но не мог найти. Целый день он голодал. Вечером он увидел один дом. И что это за дом? Раньше был специальный дом, где хранили принадлежности для похорон, которых собирали для того, чтобы перенести тело, а потом, когда перенесут, разбирались снова. Поскольку нигде было ему ночевать, по крайней мере, там можно укрыться от ветра, поэтому он решил там переночевать. Когда он вошел в это здание, знаете, ты чувствуешь себя странно и страшно, но все равно он немножко постелил сено. По крайней мере, ты можешь укрыться от ветра. Но пока он лежал, он размышлял о всяком. Он думал, мне даже негде питаться. Мне негде ночевать. Сколько я смогу прожить? А болезнь серьезная. Он думал, все равно рано или поздно я умру от холода. Завтра утром встану. Нужно будет найти место для ночлега. Он уснул. Он был, наверное, уставший, поэтому, когда утром проснулся, солнце уже было на небе. Было холодно. На нем была летняя одежда. Он спустился к ручейю и умылся. Он видит, кто-то зовет его. Он посмотрел. А эта соседка зовет его. Что случилось? Хочешь пойти со мной? А куда вы идете? В церковь. Пойдем со мной. Таким образом, ему и так некуда было пойти. Он пошел с нею. Они прошли где-то 70 километров. Она шла впереди, он следовал за нею. Но в то время церковь находилась не в молитвенном доме, а просто в одном доме, где люди живут. И собралось 7 человек. И там не было пастора, передавала слово одна женщина среднего возраста. Представляете, он целый день находился на холоде и зашел в теплую комнату. Вдруг ему очень сильно захотелось спать, что он не мог вытерпеть. И он наклонил голову к стене и погрузился в глубокий сон. Неизвестно, сколько времени прошло. Его разбудили. Видите, что собрание закончилось. Люди разошлись. Остались 3-4 человека и обедают. И ему тоже дали тарелку риса. Он был так благодарен. Но он думал, ну я же болею туберкулезом. Нужно говорить об этом. А вдруг мне не дадут еду тогда. Ему казалось, что он сойдет с ума и сегодня поест. Поэтому он промолчал. Он безмолвно начал есть. Сел целую порцию риса. Он был очень благодарен. Когда он поел, это женщина, которая передавала слово, взяв Библию, и читала послание к кремлянам и начала объяснять Библию. Он где-то полтора часа общался с нею. Мы все согрешили и стали грешниками. Но Иисус умер вместо нас на кресте и получил все наказание. И поскольку он умер за наш грех, поэтому наши грехи уже омыты. И Библия написана именно так. Когда он читал Библию, вот мы читали слово, если вы посмотрите, в Кремле нам 3 главе 23 стихе написано, «Потому что все согрешили, лишены славы Божьей. Из-за нашего греха мы не можем пойти на сторону Бога. Нет ни одного, которому не согрешил. Поскольку мы согрешили, поскольку мы грешники, грех становится стеной, которая ограждает нас от Бога. Мы не можем увидеть со стеной и мы не можем иметь общение с Богом. Мы согрешили, лишены славы Божьей. А вот следующий стих говорит нам, что же написано там. Давайте прочитаем вместе. «Получая оправдание даром, поблагодать Его искуплением во Христе Иисусе». Что здесь говорится? Мы согрешили. Но Иисус искупил нас. Слово «искупить» — это не что-то там, знаете, нас арестовали и что-то сделали с нами. Это значит, что заплатили цену и освободили из нас от греха. Поскольку Иисус получил все наказание вместо нас. Иисус был на земле 33 года. Потом умер на кресте. Он не умер за свой грех. Но поскольку Иисус возлюбил нас, Он получил все наше наказание вместо нас. Мы согрешили. Но Иисус искупил нас. Он спас нас от греха и искупил нас по благодати Божьей. Благодать не требует взамен что-то. Даром. Ничего не сделав. Бесплатно дается благодать. Хотя бы ничего не сделали, только согрешили. Но через смерть Иисуса Христа. Поскольку Он получил все наказание мое. У меня не осталось ни одного греха. Получая оправдание дара. Да, мы согрешили. Мы согрешили, поэтому мы должны получить наказание. Но поскольку Иисус получил все наказание вместо нас. Поэтому Бог говорит, что мы оправданы. Говорит, что у нас нет греха. Говорит, что мы чистые. Вот о чем нам говорит Библия. Посмотрите, Кремлянам 3 глава, 23 стих. Все согрешили. Да, мы грешники. И лишены славы Божьей. Из-за греха мы должны погибнуть. В 23 стихе написано, что мы согрешили. Поскольку мы согрешили, мы грешники. И лишены славы Божьей. Мы должны попасть в ад, в гибель. Но 24 стих говорит удивительные вещи. Получая оправдание даром, поблагодать Его искуплением во Христе Иисусе. здесь говорится, что мы согрешили. Мы согрешили. И чтобы получить прощение грехов, мы ничего не силали, но поплаводать и Божьей даром. Бог очистил вместе наш наш грех по Своей любви. Когда Иисус умирал на кресте, уже все наше наказание было получено Иисусом. Поэтому мы оправданы. Знаете, вы, Скорее, вот если согрешишь, нужно стать перед судом. Знаете, какое наказание можно получить за самый большой грех? Самое страшное наказание, которое может дать суд, какое? Смертная казнь. Скажите, есть наказание страшнее, чем смертная казнь? Нету. Верно? Тогда я вам задам вопрос. Я согрешил. Например, я убил одного человека. И судья приговаривает меня к смертной казни. Тогда меня должны казнить. Верно? Верно? Ну, например, узнали, что я еще убил другого человека, то есть двоих убил. Тогда какое наказание меня ждет? Есть наказание другое. Тоже будет смертная казнь. Даже если я убил двоих. Почему? Потому что самое страшное наказание это смертная казнь. А выше этого нет. Если ты убьешь одного, и тебе дают смертную казнь. Даже если ты убьешь десятерых. Даже если ты убьешь тысяч человек. Даже если ты убьешь десять тысяч. Будет только одна смертная казнь. Верно? Если я убью десятерых, меня еще не могут убить, потом снова воскресить, потом убить, снова, потом воскресить и убить. Правильно? Только один раз я умираю. Поэтому и Иисус не только за грех одного человека. Он взял на себя грех всего человечества и получил наказание за всех. Поскольку самая высокая наказание это смертная казнь. Поэтому Иисус умер. И таким образом Он очистил весь наш грех. Аминь. Аминь. Я прав? Поэтому Кремленам 3 главе 24 стихе написано Искуплением во Христе Иисусе то есть через то что Иисус умер за нас за то что Он очистил наш грех по благодати Божией. Хотя мы ничего не сделали получая оправдание оправданной. Что значит оправданной? Это значит что нет греха. Аминь. Когда Иисус умирал на кресте Он умер за наш грех. Он получил вместо нас все наказание. даже если я ничего не сделаю. Поскольку Иисус получил все наказание вместо меня. Поэтому я чистый. Поэтому я могу сказать что я оправдан. давайте прочитаем Кремлянам 3 глав 23 стих. Потому что все согрешили и лишены славой Божией. 24 стих. Вместе прочитаем. 34. получаем оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Мы ничего не сделали. Но поскольку Иисус получил вместо нас наказание, поскольку Он умер даром, Господь говорит, что мы оправданны. Что значит оправданны? Значит у нас нет греха. Аминь. Если Бог говорит, что мы оправданны, скажите, вы грешник или вы праведник? Конечно, было бы хорошо, если мы что-то сделали, а потом Бог сказал, что мы оправданны. А мы ничего не сделали, и Бог бесплатно нас оправдывает. И нам трудно в это поверить. Где-то 25 лет тому назад мне подарили вот эти часы. В Лос-Аншелесе один человек подарил мне эти часы. В то время эти часы стоили где-то тысячи долларов. Часы Бренда Омега. очень хорошие. 25 лет ношу эти часы. Когда я ехал в Африку, я оставлял эти часы, чтобы их не потерять. И брал с собой электронные часы. И когда уезжал оттуда, я дарил эти часы. Что, когда мне подарили, что? Сейчас эти часы одинаково работают. они работают, ничего не ломалось. Иногда нужно просто батарейку поменять. В то время эти часы стоили тысячи долларов. Когда мне дарили эти часы, знаете, за сколько мне их подарили? кто-нибудь из вас знает? За сколько мне подарили? Эти часы стоят тысячи долларов. Я заплатил им сто долларов? Или пять долларов? Или доллар? Нет. Я ничего не давал взамен. Без заплаты. Вот что такое дар. Не за деньги мы получаем подарок. А то, что бесплатно дается, является даром. Когда Господь Бог очистил наш грех, когда Иисус на кресте очистил наш грех, эти часы стоят тысячи долларов. Вот купил меня за десять центов. Тогда это подарок или не подарок? Это уже не подарок. Верно? Если эти часы стоят тысячи долларов, мне говорят, заплатить десять долларов, тогда это не подарок. Они стоят десять тысяч долларов. Заплатить десять долларов, это уже не подарок. Подарок это когда дается бесплатно. Когда Иисус очистил наш грех, чтобы объяснить, что это было бесплатно, говорится даром. Что значит по благодати? Это значит ничего не сделав, бесплатно, хотя мы не заплатили, но бесплатно говорят вот возьми, это даром. Понимаете это? Не нашими добрыми делами мы попадаем в Царство Небесное. Как бы мы не делали добрые дела, мы не можем очистить грех, который уже совершили. Когда кто-то из вас согрешит, даже если он сделает добрые дела, это не значит, что его грехи прощаются. Кто-то должен умереть вместо него. Иисус вместо вас и вместо меня умер на кресте. Через три дня он воскрес. И он очистил весь наш грех. Верно? Тогда скажите, мы стали чистыми или не чистые? мы стали чистыми. Хотя мы ничего не сделали. Ничего не сделав бесплатно мы очистили грех. и это называется благодать. Благодать. Знаете, когда вы заплатите, конечно, будет как-то понятно. А если вам дают даром, как-то непонятно что-то, чувствуете себя неловко. И Иисус заплатил своей жизнью. Тогда разве мы можем дать свою жизнь? Как мы можем заплатить что-то взамен? Поскольку Иисус получил наказание вместо нас и умер на кресте. Вот я уксупак. И цена за уксупака уже была заплачена, когда Иисус умер на кресте. Аминь. Аминь. Через смерть Иисуса Христа все было мыто. Иисус 53 об этом более подробно написано в Исаии 53 главе. Давайте прочитаем 4 стих. Вот вы сейчас можете прочитать. Здесь Он символизирует Иисуса. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. 5 стих еще более раскрывает этот вопрос. Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились. Понимаете, что это значит? все наказание за наш грех. Поскольку Иисус получил вместо всех нас через его наказание мы имеем мир. Мы не должны получить наказание. Через то, что его избили, мы получили исцеление. 6 стих что говорит 6 стих. Все мы блуждали, как овоцы обратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Библии не написано, что Бог просто называет, что у нас нет греха, что мы просто чистые. Бог не сказал просто так, что мы оправданы. Кто сделал? Бог. Поскольку Иисус умер на кресте, когда я служил в армии, мы учились как передавать сигналы. У меня было два друга. И оба они были из города Гуанчжу. Одного зовут Сонгчун Чжон, а второго Ким Чжанг Вон. Мы с ними служили в 65 году. Это уже сколько лет прошло? Прошло 55 лет. Когда я закончил службу в армии, Я хотел найти брата Сонг Чжун Хо. И я нашел сборник телефонов города Гуанчжу. И я нашел четырех по имени Сонг Чжун Хо. Я позвонил первому. Это господин Сонг Чжун Со? Да. Да. Я вот сейчас еще одного человека. Простите, пожалуйста. Я ищу моего товарища Сонг Чжун Чжун. Не подскажете, сколько вам лет? Говорят, 34. Это не мой друг. Я сказал, простите, пожалуйста. Я позвонил второму звоню. И он мой ровесник. А вы служили случайно в такой части? Да. Это ты О Супак, да? О, это ты Сун Чжун. Итак, мы встретились. Он живет в Гуанчжу. Каждый раз, когда я кидал туда, я звоню ему. Приходи в церковь. Давай пообидай. Недавно телевидение Хэджи Бразио снимало документальный фильм обо мне. И они собрали всех людей, которые связаны со мною. Снимают документальный фильм. Фильм снимали. И они пригласили Сон Чжун Чжон. Снимали документальный фильм. И потом мне сказали Оксупак, что случилось? Надо заплатить за хлеб. Я говорю, за какой хлеб я должен платить? Помнишь, каждый вечер я тебя угощал хлебом? Я вот смотрю, в то время у меня не было ни копейки с собою. Я думал, но в армии кормят, одеваются, зачем деньги? Когда я сказал, что пойду служить в армии, мне дали много денег. Я был евангелистом церкви Чжангпали. Я купил одну библию. но в то время были многие, у которых не было библии. У них не было денег. Поэтому я купил библии. Я отправил братьям сестрам по почте этих библии. И поэтому с собой я взял 30 вонов. Для того, чтобы сделать печать, я заплатил 100 вон, и мне дали сдачу 30 вон. Но помню, каждый вечер я ел хлеб. А, это мой друг Сонг покупал мне. Я спросил, сколько я должен заплатить там? Он говорит, очень много. Но не дам сейчас. Мы так шутили. Брат Сонг покупал мне хлеб. сейчас мы уже состарились. Но до сих пор мы хорошо общаемся. Брата Ким Чанг он, я искал, искал, но не смог найти. Каждый раз я с братом Сонг встречаюсь в Гуанг Чжу, и мы о многом беседуем. О разных вещах мы говорили. Он рассказывал, что из-за того, что я занимался церковными делами, он убирал постель мою. потом из-за того, что я не убрал сам меня его убили. Честно, я не помню, но по-моему не обманывает. Когда мы служили в армии, мы доучим были близкими. он часто меня угощал хлебом. Я помню, хлеб я уже давно съел. И прошло 55 лет, но благодарность сердца остается до сих пор. Внутри до сих пор я ему благодарен. Но Иисус умер на кресте. Например, когда меня угостили хлебом, потом я скажу, я не ел хлеб, тогда человеку, который дал хлеб, будет обидно. Верно? Иисус умер на кресте. Он параллел кровь свою. Правда? У меня есть грех все равно. Эти слова будут ранить Иисуса. Что мы должны сказать, чтобы радовать Иисуса? Иисус, спасибо, что ты омыл все мои грехи. Вот как мы должны говорить. Есть гимны с такими словами. Ни золотом, ни серебром, ни драгоценностью мои грехи были омыты. А святой кровью Агнца Божьего я получил искупление. Иисус уже очистил мой грех. Он уже оправдал меня. Но если я продолжаю называть себя грешником, представляете, как Иисусу будет обидно? Верно? Сегодня многие люди ходят в церковь, говорят, что Иисус умер на кресте за них. Продолжают называть себя грешником. как это будет обидно Иисусу? Наши грехи уже омыты. Господь сказал, что Он оправдал нас. Говорит, что Он очистил. Я рассказывал про человека, который играл в футбол. Он пообидал. Ни пастор, ни проповедник, а женщина открыла Библию и передавала слово. Она подробно рассказала, как наши грехи были омыты. Два часа общались. Но пока Он слушал это слово, Он увидел, что Его грехи уже омыты. Он не может забыть тот день. Он целый день голодал, ничего не мог есть, но Его угостили обедом. еще дали ужин. И вечером провели собрание. И все разошлись по домам. Эта женщина пошла к себе. Поскольку ему некуда было пойти, он пошел туда, где он ночевал до этого. И ночуя он был очень благодарен Богу. он был благодарен, что два раза он мог поесть. И также был благодарен, что все его грехи уже омыты. Когда он получил прощение грехов, ему было радостно, и он чувствовал, что Бог вместе с ним. Никогда в жизни не молился, но он начал молиться. Бог спасибо, что ты очистил мой грех. Мои грехи уже омыты. И он начал молиться. Господь, сейчас становится холодно. Дай, пожалуйста, комнату, где я могу ночевать. Даже если это не хорошая комната. Так он начал молиться. Солнце взошло, он проснулся, умылся, и он искал место для ночлега. и кто-то закричал, ой, хидин, иди сюда. Он оглянулся. Это был его знакомый дядя. Он говорит, я вчера целый день искал тебя. Где ты был? Я был в церкви. Ты что, веришь в Иисуса? Я впервые был в церкви. А что случилось? Слушай, я хочу тебе кое-что сказать. У него был свой сад. В деревне у него есть хороший дом. А также под горой он купил хорошую землю и посеял яблонь. Он заботится о них. И осенью созрели плоды. Он их собрал и продал. Зимой что делать в саду, правильно? Поэтому он хотел находиться не в саду, а дома. Вместе с семьей. Но тогда сад останется пустым. А оставлять просто так? там есть все-таки вещи, которые могут украсть. И он хотел поставить кого-то охранять. И он услышал, что Хизин заболел туберкулезом. И говорит, хочешь пользоваться вот этим домиком? Слушай, там очень тепло. И там есть ветви, которые я срубил? Можешь, когда холодно, согреть дом? Можешь там пожить немного? И он просит, чтобы Хизин пожил там. Он подумал, это Бог, что ли, мою молитву услышал? Он сказал, спасибо. Он пошел. И он в печь бросил дрова и ветви от дьябла и начал греть дом. Убрался в комнате. Комната начала нагреваться. Ему было так удивительно. Ничего себе, Бог услышал мою молитву. И пока он находился там, прошла зима, пока наступила весна, Господь Бог давал пищу, он очень хорошо там пожил. спустя два года он полностью выздоровел, чтобы поступить в миссисскую школу. Он с документами приехал ко мне в миссисскую школу. Я проводил собеседование с ним. Он рассказывал о своей прошлой жизни. До встречи с Иисуса Иисуса. Он не был надеждой. У него был туберкулез. Он думал, что он умрет. Он думал, что он умрет от голода. Но последовал за женщиной, пришел в церковь. И слушая слово от женщины, а не даже от пастора. Но пока два часа не общались, он увидел, что все грехи омыты. Господь вместе с ним теперь. Мои грехи омыты. С того дня Бог действовал в его жизни. И сейчас туберкулез это была страшная болезнь. Но он полностью выздоровел. Он поступил в нашу миссисскую школу, пришел для этого с документами. Я задавал ему вопросы. И он рассказывал об этом. он забрелел туберкулезом. Старший брат прогнал его. Некуда было пойти. Летние одежды. Он думал, что умрет от холода. Но Бог дал комнату, дал пищу, дал деньги, дал теплую одежду. И говорит, что я хочу теперь жить ради Бога. Сейчас он стал выдающимся служителем. Он стал проповедником, который передает Евангелие. Ничего он не сделал. Он встретил одну женщину у дороги, слушал слово и услышал, что кровь Иисуса Христа его грехи омыты. И пока он слушал, Иисус умер на кресте за меня, и мои грехи уже омыты. И он поверил, что он омыт. С того дня в его сердце был покой. Иисус начал действовать в его жизни. Он стал выдающимся служителям. Дорогие друзья, мы по милости Господа. Он не хотел, чтобы мы погибли. Поэтому кровь Иисуса Христа пролитой на кресте. Все наказание и проклятие за наш грех Иисус получил вместо нас. Когда мы это услышим, когда мы прочитаем Библию, мы обнаруживаем, что у нас нет греха. Не просто вдруг не стало греха, а Иисус уже получил наказание за наш грех. Тогда у меня нет греха. Если Иисус получил все наказание, какой грех остается? Он очистил. В 1962 году, читая Библию, никто меня не учил. Но я обнаружил, что мои грехи омыты. Я был очень благодарен. Я был очень благодарен Богу. И с того дня я отдал свою жизнь на служение Евангелию. Многим людям до сих пор я рассказываю, что Иисус Христос очистил наш грех. Сегодня многие люди в Корее устами говорят, что Иисус очистил их грех. Говорят, что верят в это, но продолжают называть себя грешником. Слово грешник это значит, что мои грехи еще не омыты. Если очистить грех, тогда нельзя быть грешником. мы не называем себя грешником. Мы говорим, что мои грехи омыты. Мы говорим, что мы святые. Мы говорим, что мы оправданы. Вот что мы говорим. Кого вы хотите слушать? Когда мы верим в то, что Иисус Христос сделал, тогда вы будете едины с Иисусом. Иисус будет помогать вам. вы получите большое благословение от Бога и уйдя из этого мира. Вы сможете вечно жить с Богом в раю. Прошло много времени. Завтра мы еще встретимся. Я желаю, чтобы через этот семинар каждый из вас утвердился, что ваши грехи уже омыты. Если вы точно не уверены, обратитесь к служителям, что удивительно. Есть многие люди сегодня, но не знают этой истины. И 60 лет верят в Бога. Но есть те, которые называют себя грешником. Но мы не грешники. Мы согрешили, но Иисус уже все очистил. Он пролил кровь на кресте. Давайте помолимся. Господь Бог, мы благодарим Тебя из-за нашего скверного греха. Иисус был распят на кресте, получил наказание за нас и пролил кровь. И этой кровью Ты очистил нас. Мы более не грешники. благослови благодарность. Благослови каждого человека. Мы благодарим, что Ты очистил наш грех. Спасибо Тебе. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо за внимание. .